Всем привет, с вами я, Дима, и я на самом деле жуткие пасхалки собирался выпустить вместо этого ролика, но, как вы видите, не выпустил, выпущу после этого ролика, наверное, так что... Короче, там почти все готово, скоро выйдет, не парьтесь. Сегодня же я разберу еще одну серию «Любовь, смерть и роботы», это, конечно, не очень разнообразно, я такую обычно не приветствую на своем канале, но... Короче, так получилось, все, извините. Серия называется «Ночь рыб», и, как обычно, я давайте сначала расскажу вам о самой серии. Итак, действия эпизода разворачиваются где-то в пустынных ебенях, назовем это так. А в главных ролях молодой парень и старик, которые, кстати, друг к другу в нашей русской локализации являются почему-то отцом и сыном, но в оригинале и слова об этом не было, если что. Ничего, кто-нибудь нас подбросит. Да никто не ездит этим путем, пап. Но кто-то придет и дает нам лейт. Никто не придет к этому крючку. Кто же они на самом деле друг к другу, хуй его знает, нам не объясняют. Да и в книге, по которой был снят этот эпизод, писатель называет их тупо молодой парень и тупо старик. В общем, по сюжету у них глохнет двигатель, и они застревают посреди пустыни. И знаете почему? Потому что гоняют на старом, блять, дрындулете. А вот если бы у них был комп с установленным Crossout, думаю, пацаны знали бы толку в автомобилях. Потому что Crossout, если вы не знали, это онлайн-экшен с боевыми машинами, который, между прочим, получил не так давно еще и безумное обновление Doomsday Cars. Теперь еще больше взрывов, еще больше огня, еще больше разрушений. Сражения против других игроков, битвы с боссами, сюжетный режим и даже королевская битва. Выбирай, что хочешь, и врывайся в яростную войну за контроль над пустошами. А еще, кстати, всем игрокам доступен и новый гараж. Ну и, конечно же, десятки орудий уничтожения. Это пулеметы, плазмоганы, бензопилы, огнеметы, ловушки и многое-многое другое. И для того, чтобы у вас было это все, побеждайте в сражениях и зарабатывайте ресурсы, на которые вы, кстати, можете улучшить свою машину или создавать абсолютно новую адскую маршрутку. Да, скачать Crossout, собственно, вы можете бесплатно по ссылке в описании. И крутые бонусы вас, кстати, тоже ждут по этой же ссылке. Так что переходите. Короче, пацаны решают переночевать у машины и дождаться рассвета, после чего, если их никто не подловит, пойти пешком к ближайшей заправке. Наступает вечер, и старик ударяется в философию, пронизанную фэнтези, размышляя о том, бывают ли вообще призраки давно не существующих существ. Ну, типа, если есть призраки людей в домах, почему не могут быть призраки людей, которые были как бы в другом виде? Ну, то есть, мы все произошли от обезьян, еще раньше от рыб, и могут ли вот люди появляться как призраки, но в виде рыб? Вот, типа того. Мир старое место. И долгое время он был океаном. Такие ночи наводит на мысли. Вот в домах бывают призраки людей. Так может, призраки древних существ тоже иногда возвращаются? Посплю на заднем сиденье. Наверное, это было здорово. Плаваешь себе никаких забот? Просыпаются они от яркого света парящих в невесомости рыб. Старик признается, что никогда не видел такого подобного. Когда-то он слышал лишь о рыбной ночи. И, как я уже и говорил, рыбы эти являются предками людей. А в пустыне, именно на этом месте, когда-то очень давно был океан. Но если старик просто признается в своем охуевании, молодой парень охуевает практически без слов. Он сходу начинает снимать с себя одежду и рассказывать о своем желании поплавать. Старик же, в свою очередь, пытается остановить того. Но парень не слушает. И, раздевшись догола, он начинает плавать в невесомости. Вместе с рыбками. В том числе и с крупными рыбками. Да, его жирает акула. И это конец эпизода. Старик остается один. А в небе больше не остается ничего. И вот, прежде чем я расскажу о смысле этой серии, нужно, наверное, рассказать о разнице с первоисточником. То бишь, с книгой. Потому что, ну, тут пиздец, как много всего поменяли. Во-первых, в рассказе нырнул в небо старик, а не чувак. Во-вторых, старик в рассказе уже переживал ночь рыбы ранее. Около 20 лет до этих событий, которые были в книге. Ну, типа, он уже видел когда-то призраков. В-третьих, молодой парень пересекал когда-то Атлантику на корабле. В книге. А тут он говорит, что я океана никогда в жизни-то не видал. К чему все эти изменения? Трудно пока сказать. Но посыл от этого всего идет совершенно другой. Как я и сказал, в рассказе сиганул старик. И там он точно так же раздевался. Но когда он полностью разделся, он не мог взлететь и не мог понять почему. Пока, наконец, не снял свою железную челюсть. Да, у него там была железная челюсть. Тут об этом ничего не говорится. И вот эта вот железная челюсть, она является как бы отголоском современного пластикового или, если угодно, железного мира. То есть, он попытался войти в мир, который был без всех этих современных оков. То есть, когда-то люди жили без забот, без всего материального. Раньше мир просто существовал. Он не был сложным, он не был иллюзорным. А сейчас же ценность имеет обычная бумажка. То бишь, деньги. И это иллюзия, так как люди сами придали ей ценность. И челюсть покупается за эти деньги и все такое. Ну, то есть, чувак хотел вернуться в мир, когда было все очень просто. Однако, его сдерживала вот эта вот штука, которая была построена в сложном мире. Таким образом, смысл книги, по моему мнению, как на самом деле не знаю. Но, по моему мнению, смысл книги в том, что нужно уметь приспосабливаться к миру и ко времени, в котором ты находишься. А непринятие времени, в котором ты живешь, оно вряд ли приведет к чему-то хорошему. И когда мир живет в общей иллюзии, будет трудно выжить, не приняв правила этого мира. Но это что касается книги. Нахуй я серию-то была менять? Спросите вы, спрошу и я. Во-первых, тут не было таких деталей, как вставная челюсть. Я это уже говорил. Да, пацан также раздевается, но на этом все. То есть, на этом не делается особого акцента. И вряд ли кто-то поймет, что в этом заключается мораль. Во-вторых, из-за того, что ебнулся пацан, а не старик, эпизод становится больше похож на легенду об Экаре и Дадале. Кто вдруг не знает, это очень известный миф об отце и сыне, которые были заперты в башне. И вот для того, чтобы сбежать, отец из воска и перьев создал крылья, заранее предупредив сына, чтобы тот не подлетал близко к солнцу. Но тот, долбоеб, подлетел и навернулся. Тут парень также игнорирует просьбу, такой же долбоеб. Игнорирует просьбу старика вернуться. И Карус игнорировал предупреждение Дедала. Также плыло все выше к рыбам, как и Карл летел все ближе к солнцу. Парень также плавал впервые в жизни. То есть, именно это... Поэтому тут добавили эту деталь, что он ни разу не видел океана. Для того, чтобы передать его эмоции, те же эмоции, которые были у Икара, который прежде не летал. Ну и оба долбоеба в итоге погибли за своей легкомысленности. То есть, можно сказать, что эпизод изменили для того, чтобы он был больше похож на этот миф. Но это еще не все, что хочется сказать об этой серии. Время камивояжеров стремительно уходит. Существует, например, теория, что молодого парня вообще не существует. Как вы могли заметить, эпизод как бы нихуя нереалистичный. Что это вообще за рыба? Что за хуйня тут творится? Именно такие вопросы, наверное, будут у адекватного человека после первого просмотра. У меня были и... Да, я адекватный вроде. Вот. Но после детального просмотра начинаешь обращать внимание на детали, которыми авторы будто бы намекали на отсутствие второго героя. То есть, весь эпизод это некий разговор с самим собой, только с прошлым. Во-первых, одеты чуваки в одну и ту же форму. Да, вы скажете, что они просто партнеры, которые вместе работают. Но что если этот старик, это как Гена Букин, который просто на лето пришел поработать продавцом консервных банок и застрял на этой работе на всю жизнь. Также делается тут упор на то, что старик повидал уже все в этой жизни, а молодой энергичный парень еще ничего не знает. Ему лишь предстоит попробовать эту жизнь. Наверное, это было здорово. Плавуешь себе никаких забот? В итоге старик будто бы вспоминает свое беззаботное юношество, которое было беззаботным и полным надежд. Теперь же он сломан, как и автомобиль, застрявший посреди дороги в пустыне, он уже не сдвинется с места. И все эти яркие цвета, возгорания и прочее, они будто олицетворяют в молодое время, когда все оказалось ярче. Пустыня же олицетворяет мертвую карьеру старика и упущенные возможности. И когда старик просит парня спуститься на землю, он пытается уберечь молодого себя от опасности этого мира, пытается сказать себе не пускаться в бездумное прожигание жизни, которые и привели его к той точке в жизни, в которой он сейчас находится. А знаешь что? Поменяй настрой. Правильный настрой приносит успех. Что ж, в этом ты мастер. А на этом все. Не забывайте, кстати, про Crossout, которая поможет вам не скучать в эти наступающие серо-осенние деньки. И ссылка, напоминаю, в описании, а игра совершенно бесплатная. Ну и не обижайтесь за то, что так долго нет роликов, не было точнее. Нужен был перерыв от канала, уже говорил по какой причине в прошлом ролике. А теперь же осень, слякоть, работа, хуе-мое, в общем ролики будут. И да, в этот раз обещаю. Ладно, пежу, возможно. Посмотрим. На самом деле постараюсь сделать как можно больше роликов. Видео у меня сейчас очень много, а вот реализовать их еще нужно будет. Поэтому я постараюсь, а вы лайки можете не забывать ставить. Ладно, лайки нихуя не помогают, на самом деле я раскрою вам секрет, поэтому можете не ставить вообще. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока. Продолжение следует...